сегодня пришли посмотреть жилой комплекс под названием парк 79 многоквартирный дом из дерева в ультра люксовом стиле посмотрим строение изнутри такая вот территория дом выглядит в форме опускающегося кольца с его восточной стороны всего лишь три этажа и переносится его этажность в обратном направлении это создает такое ощущение переменчивости пейзажа то есть у нас не происходит просто бетонный куб а создается такое ощущение как будто некие разные строения это помогает легче переносить на квартирности чувствовать себя намного лучше но просто мне кажется можно без комментариев увидеть этот двор увидеть как на балконах у людей все обустроено и понять насколько это комфортное прекрасное место детская площадка и интегрирован частный детский сад который можно своего же ребенка и водить согласитесь очень удобно выйти из дома на первый этаж детский сад своего малыша отправить и также спокойно возвращаясь домой с работы забрать его и не ломать голову транспортными вопросами прямо напротив дома находится такое большое открытое пространство когда-то здесь было поле для войсковых учений но сейчас это все просто огромный парк и зеленая площадка для разных видов спорта понятно что большим плюсом приобретение квартиры в таком доме с видом на исторический парк является то что ты можешь быть уверен в швеции что пустующее пространство не будет заполнено из твоих окон будет открываться все тот же хороший вид и так мы сейчас находимся в районе норьюргарден это такой огромный район стокгольма одноименный парк естественно рядом с ним и живой комплекс нора горденштрассе современный район стокгольма котором реализованы самые последние подходы к работе с водами работы с сортировкой мусора этот прекрасный район был быстро и введен в эксплуатацию буквально в восемнадцатом и девятнадцатом годах так что это последнее слово технологий и последнее слово стиля даже в скандинавии которая славится своим высоким качеством строительства структура не закончена слева от него находится промзона вот прямо на первом этаже здания находится такая вот прекрасная велопарковка устроенная в духе двухэтажных кроватей вот так можно свой велосипедик поднять наверх если внизу не хватает места видим отец с сыном ожидает очевидно маму чтобы поехать покататься частный бизнес на первых этажах только только разворачивается но целом все для жизни уже тут готово и конечно знаем насколько неприятно вселяться в новое здание где еще идет работа бакера для раздельной сортировки мусора в доме кстати где мы снимаем квартиру там раздельно собирается только картон жесть отдельно от другого мусора все остальное скидывается в один то есть сортировка мусора тут не всюду универсально тоже в новых районах она по-настоящему раздельная даже внутри швеции цивилизация распространена неравномерно делка дома под маленькую плиточку очень даже такой напоминает скандинавскую версию португальская отделки которые очень там любят еще в традиционном стиле и сразу же рядом дом уже увешанный солнечными панелями уже такая заявочка на эко огромные окна на первом этаже хорошо занавешиваются такими легкими шторками и даже вот такими вот бамбуковыми перегородками выглядит потрясающе спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Детская площадка на фоне новых домов и поразительно веселое маленькое футбольное поле. Не представляю по каким правилам можно здесь играть, разве что действительно бить друг другу в воротах. И так выехали немного севернее в городе Стокгольм, чтобы посмотреть как живет пригород, как живет частный сектор. И вот мы сейчас находимся в Камуне Ленинга. Вот нельзя сказать, что это простой частный сектор, обычный шведский. Это более-менее богатый район и можно увидеть по благосостоянию окрестных домов, что, скажем так, тут живут люди среднего достатка и выше. Что примечательно, несмотря на то, что встречаются даже достаточно высокие заборы, не такие вот, как видно сейчас, то все равно ворота чаще всего играют декоративную функцию, либо вовсе отсутствуют. Субтитры сделал DimaTorzok